Это самое, очень рад, встретил своего, можно сказать, братишка, сына, имеется в виду, когда базар открылся, возле этого кушина. Это в прошлом году было? Да, в прошлом, да. У меня было и две камеры 30-ки, 2001 и 2002 год. Как дал объявление, через этот, братишка снял, все хорошенько, и сразу в тот же день забрали. Все, рахмет за доверие. И сегодня привезли... Сороковку. Сороковочка. Американец. Америкос. Давайте глянем. 2,4 объема, бензин, газа не было и нету. Все работает, все при ней. Для своего года очень даже хорошая машина, не капризная. Денежка нужна, поэтому продаю. Сколько просите? 7 прошу, 5,5 отдам. 5,500, 5 миллионов 500 тысяч в деньг. Что надо знать потенциально владельцу? Ну, что, ничего, бензин заливай, езди, ухаживай дальше. Зима, покрышки, все в комплект входит. Из вложений? Нету, никаких. Что-нибудь такое, хотя бы, даже незначительных? Незначительных нет. Объект на сегодняшний день? 186. Давайте номер телефона сразу, чтобы ухажки купить. 45, 25, 9, 21. Что смотрим, а? Нет, не могу. Ну, вот, ребят, я нахожусь сейчас в Астане с целью, чтобы не надоедать людям, а чтобы помочь решить вопросы касательно приобретения или продажи автомобилей. Все проходит абсолютно бесплатно. Здесь, в Астане, каждое воскресенье всех жду с 10 до обеда. Находимся мы по адресу. Вот, у нас уже есть вывеска здесь, так что мы тут официально на частной территории. Торговый дом Гарант, Богенбай, Батера 73, дробь 1. Небольшой опрос, скажите, пожалуйста, что сегодня анализ рынка, что смотрим сегодня? На самом деле, очень разно смотрим. Просто смотрим, какие автомобили. Бюджет можно узнать, а? Какой примерно? 5-6. Марка, страна. Японцы? Что можно сказать людям, которые вот сейчас смотрят и продают японца? Приезжайте, продавайте машины. Спасибо, спасибо большое. Погнали, посмотрим, что здесь есть и позадаем вопрос. Машина без вложений, мотор, коробка, все ровно работает. Зима, лето, шины есть. Задняя камера, экран, диодная оптика. Сколько окончательно? 8500 окончательно. А пробег? Пробег 80. 85 лет. Вы какой хозяин? Я третий хозяин. Здесь уже, да, пока? Что-нибудь по кузову делалось? Так, одна дверь, одна крыло. По вложению что? Все стекла родные. Вложения что-нибудь требуют? Вложения нет, не надо. И со скидкой? Окончательно 8500. Все, номер телефона скажите, пожалуйста. 701-782-7075. Все, Копрахмед. Сегодня уже у нас понедельник, начался наш будний день. Я решил вот такие вот ставочки сделать, чтобы показать вам, как вообще проходит жизнь здесь, в Астане, на нашей новой локации. С нами Жандос. Смучается всем непривычно в кадрах. В общем, у нас получился нехилый такой сток, я вам скажу. И в целом офигенные тачки, которые ждут вашего внимания и нашего обзора, ребят. Оставайтесь на связи. Сейчас покажем, что продается здесь, в городе Астана, у нас в стоке. Познакомься, ребят. Это у нас Кенжигали. Кенжигали у нас отвечает по выкупу, по продажам, любые вопросы. Кенжигали, так, да? Да, все верно. Интересный сток. Ты можешь нам вкратце рассказать вообще по машинкам, по интересам? Вот, к примеру, вот эту, что за тачка у нас? Сейчас я тебе включаю теперь микрофон. Шикарный вариант. Пробег здесь 138, относительно вообще небольшой для 2013 года. Состояние по кузову, в принципе, таких особых положений не требует. Белый цвет, самый практичный, один из самых ходовых. По электронике, в принципе, все работает. Мы проверили. Цена на нее 9 миллионов 990 тысяч. Так, давайте по машине пройдемся. Вот, по кузову, в принципе, ну, жизненные сколы есть, так как 2013 год, как ни крути. И отметим то, что это 7-местная модель, третий ряд, пожалуйста, поднимается. Для тех, у кого есть большая семья, дети, шикарный вариант. Соренто, она отлично себя проявила на нашем рынке. Тем более, эта 3,5-я движка, она очень такая мощная, полный привод, тяга отличная. В принципе, мы тест-драйв сделали, по городу сделали тест-драйв. Салон хороший, не затертый, кожаный салон, передний, задний подогревы. Все работает, все теплые опции есть, электропривод сидений, все работает, все проверили. Отличная машина. Мы думаем, что она уйдет очень быстро, так как цена отличная. Всегда готовы ответить на все ваши вопросы, звонки, смс, комментарии. Мы всегда на связи. Побрился, брат! Я тебя не узнал, совсем другой человек. Саламу алейкум. Точно кажется, машину купишь. Я лажался. Без подписчиков, как вы видите? Все. Ребята, ну вот еще, смотрите. А джета у нас Америкос. Приятный. Что скажем? Посмотрим. Двоечка, объем. В целом, что надо по машине знать? Скажите, пожалуйста. Надо сделать. Что именно? Фотолок перекликнут. Да, это развиважение для такого. Можно. По технически, самое главное, техническая сторона. Фотолок я сделал. В принципе, все. Где машина находится? Здесь, в основном. Сколько просите окончательное? Можно? 2,6. 2,600? Если вот пришли, все, пугают наличкой. 2,600. 2,600. Давайте номер телефончика. 8,3,7, 307, 70,54. Кого спросить? Аян. Аян. Это можете поподробнее рассказать, что это за джета? Американец, четвертый год, двойка, инжектор, круиз есть. И кондер. Кондер работает. И все работает? Очень интересно. Один год езжу. Бесправил. Ну что, надо менять. С Еры надо начинать. Да. Ера, наш руководитель. Смущается. Я подрежу все, сделаю четко. Ну, можно в целом сказать, по рынку Астаны, какая тенденция сейчас здесь, Азов? Скажи, пожалуйста. Да, вы за. Перед нами стоит Toyota RAV4 в очень отличном состоянии на переднем приводе. 2019 год. Личный пробег у него, 67,777 пробега. Пару окрашенных деталей. Передний привод. Омыватели фар имеются. Также имеется полный зимний пакет, сиденье, стекла. Автомобиль к зиме полностью готов. У него полный комплект зимних резин. В отличном салоне. В салоне не курили. Владелец очень хороший человек. Круглые сутки стоит в паркинге, днем и ночью. Также сказать, полностью обслуживается. Масла, фильтра все заменены. Приходите смотреть на Бугенбай Батыра, 73-1. Гудкар Киезет. Меня зовут Азамат. Обращайтесь. Асталманька. Хаамон сбывай. Жакса Рахмет. Цвет очень интересный. Расскажите, пожалуйста, про машину. Ну, машина 2013 года. Полный привод. Коробка автомата. Это американец, да? Это чешский сборка. Здесь покупали? Да, я здесь покупал. Ага. Что надо знать про машину? Ходовой поменял, масло поменял. Машина все нормально. Без проблем? Без проблем, да. А по кузову что-нибудь? По кузову этот... Капот красился и правое крыло. Ага. Крашен. И все? Да. Остальное свой. Пробег на сегодняшний день? Так. 208 800. И окончательно? Окончательно 7 500. Это нормальная цена? Как вы считаете? Ну, это конечно нормальная. Сейчас средняя цена. 7 700. Глянем ее поподробнее. Давайте номер телефончика. 705 455 05 02. Что можно нашим подписчикам передать? Я же подписан у вас. Ага. Да. Я каждый день смотрю. Копрахмет. Да. И этот... Я узнал, что здесь открылся вот эта ярмарка. Автоярмарка. И вот, поехал. Все. Копрахмет. Вот такой вот Спартец. Смотрите. В принципе, можно его оформить в кредит. У него есть залог. Но этого бояться не надо. Потому что заходите оформить в кредит. Мы вам в этом поможем. Смотрите. На очереди у нас Mazda CX-9. Шикарная модель. Она большая. Просторная. Стоит отметить обязательно цвет. Цвет такой. Мокрый асфальт. Дождь прошел. Даже не видно по ней. Потому что грязь, пыль. В принципе, по кузову никаких жизненных сколов. Никаких царапин. Никаких потертостей. Чего-либо. Я не вижу. По цене у нас 11 490. По рынку она отличная цена для нее. Это у нас 19-й год. 160 пробег. Движка шепчет. Коробка переключает плавно. Мы поездили. Тест-драйв тоже был. По салону у нас, смотрите, пластик все целое. Торпеда все отлично. Очень просторная машина. Пашечка большая. Mazda чем славится своей плавностью хода. Такой шикарный вариант за такую сумму. Я думаю, отличный вариант. Следов масла, потеков масла нет. Стоит отметить, в пыли, подкапотное пространство, в пыли, соответственно, ее какую-то мойку не производили перед продажей, перед тем, как к нам привезти. Подкапотное пространство все отлично, в принципе. Идет осмотр. Тигуан. Тигуан же, да, это? Тигуанчик. 5 миллионов 500 за него просят. И в целом, это очень даже неплохая цена за него. Есть у него окрашенные детали, я так понимаю, у него красилось крыло, здесь уже обтыкали. Прокомментируйте. Ну, машина нормальная, хорошая. Знали, что есть окрашенные детали? Нет, вот только узнаю. В целом, можно салончик заглянуть, а, показать? Так, ребят, сейчас мы покажем вам салончик. Выглядит все очень классно, дорого, богато, аккуратно. Коробочка обычная, здесь автомат. Бьем двигателя какой здесь? Злойка. Как автомобиль? Хорошая, резвая, все там. Причина продажи? Деньги нужно на ремонт. Есть какие-то моменты, вот 5500 вы просите, через банк есть возможность ее оформить. Да, можно. Скидочка будет? Да. Номер телефона? 8-37-952-97-71. Все, удачи вам в продаже. Спасибо, что приехали. Где подписаны? Где будут картизиты? Все, Коп-Рахмед. Что сегодня смотрят? Сейчас машину корректирую. 100 миллионов. Ага. А, нет. Нет. Удачные покупки. Хорошие машины. Бережо. Все. Рахмед. Коп-Рахмед. Ребят, смотрите, что заехало. Вот такой вот стоит вообще, новый, да? Около пятнашки, если я не ошибаюсь. Около 130 тысяч пробег. И за него просят теперь 8,5 миллиона тенге. Он находится в залоге. И владелец говорит, зачем мне его добивать, убивать полностью. Он свое отработал. И поэтому я, говорит, могу его дать за эту цену. Смотрите, у него есть пороги, есть у него косячки по кузову. Здесь, здесь. В целом, вот такой вот на механике. А, газу, ребят. В целом, говорит, машинка своих денег стоит однозначно. Интересная, ребят. 7 тысяч. Ага. Еще залп спесь. Токсан, дед, сексен, бит. Сексен, тверд. Все. Есть лист, хавай? Сайлал. Побитости, короче. Я не знаю, это прозвонить надо, пройти, пощупать. Потому что я третий хозяин. 100% гарантии не могу дать. Все, из-за меня. Евгений у нас с Макинки. Да, вообще Баймурза поселок. Все. Наша подписчика, можешь передать привет? Всем физкульт-привет, ребята. Так, смотрите. Смотрите, какая гранта приехала с Макинки. И что просите? Окончательно на Камбоде 2 500 Толадарса. Пробег? Пробег 130 километров. Родной пробег, ничего не перематывал. Серьезно? Да. А по кузову что? По кузову, правую сторону я вот буквально 2 недели назад делал. Мне сюда Ямаха залетела. Ну, я крыло поставил новое, банкер новое, короче. 13-й год, я на. 13-й год. Да, был у нее там свой заводской кондер. Вот так вот. За 2 500 и, пожалуйста, можно взять, короче, гранту. Примерно. Смотрим. Что тут у нее? Ну, состояние рабочее, да? Рабочее состояние. Ну, здесь сейчас, знаешь, грязь, погода, непогода. Поэтому я только с рыбалкой сегодня приехал. Все, красава. А так? Здесь 8-й клапан, да, идет? А? 8-й клапан? 12. Ой, 16-й клапан. 16-й клапан, да? Ну-ка, запустите, послушаем. А что продаешь-то? Ну, что-нибудь посовременнее уже взять можно было. А, красава. Так, друзья, в следующей на очереди у нас на обзоре Hyundai Accent. Вчера заехала на комиссию. Что сразу стоит отметить, это самая полная комплектация Accent 21-го года, Elegance комплектация. Плюс установлены множество допов. Одни из них, это, насколько я помню, называется это Smart Key. Функция это безключевой доступ, push-start. Скарный цвет такой, яркий, красный. В этой комплектации, в Elegance, она золотистая решетка идет. Тоже стоит отметить. Есть один такой небольшой. Небольшая погрешность. Это вот, видим, да, кодцик такой небольшой на бампере. В остальном кузов без нареканий можем пройтись. В принципе, мы проверяли, она полностью в родной краске. На титановых дисках это еще одна особенность комплектации Elegance. Давайте посмотрим по салону. Это у нас в первую очередь климат-контроль. Полностью мультируль, соответственно, с круиз-контролем совсем. Подогрев лобового, подогрев передних сидений, подогрев руля. Соответственно, все теплые опции есть здесь. Особенность этой комплектации, еще раз отмечу, это кожаный салон. Они очень редко, это очень редкая комплектация. Я сам работал в Hyundai, в Asana Motors, так что я помню эти машины. Что, брат, продаем, да? Да. Расскажи, пожалуйста, салам алейкум, что за машинка? Приора, 15-го года, получается, за 2,7 брал, за 2,7 с зимними колесами на штампах. Да, надо езжу. Машина не подводит, как взял, так и езжу. Так, в принципе, машина в техническом части хороша. Тогда толщиномером пробивали, все нормально. Вот так вот подъехал. 2,7 с колесами на штампах есть зимний, 2,6 без колес. Без колес. Давай, брат, номер телефона. 708. Скажи, пожалуйста. 160, 65, 51. Все, удачи в продаже. Все, размет. Hyundai Elantra, в таком серебристом, в отличном цвете. Вложения по кузову не требуют. Всеми любимый кузов, насколько я знаю, она очень такая продаваемая самая была. Одна из Elantra в серебристом цвете, 19-20 год, извиняюсь, 87 тысяч пробег в шикарном состоянии. Здесь все работает, электроника все работает, тест-драйв сделали. Технические нарекания я не заметил. Коробка переключает плавно, движка работает отлично. Камера заднего вида, климат-контроль, все присутствует. Здесь оптика отличная, кстати. Премиум-класс отлично себя зарекомендовал на нашем рынке. Всеми любимый кузов среди Elantra, насколько я знаю. Ухоженный, чистый, без нареканий, что по сиденью, что по пластику. Я никаких царапин, руль, смотрите, не затертый, ничего. Она самая продаваемая, Elantra была в этом кузове. Mazda 2000 года, 1.8 объем, механика, кожа, рожа, диски хрома, этого всего нету. Обычная Mazda, ну так, рабочая машина, вместимость, холодильник с запасом 2-3 человек еще по месяцу. Вместимость хорошая. Так, машина не капризная, запчасти недорогие. Сейчас я сделал полную химчистку салона и кузова, и двигателя. В принципе, по вложению только передние две серьги заменить, и все. Ну, остальное, даже в зиме машина готова, зимние колеса тоже все есть. И окончательно? 2,5, хотелось бы. Давайте номер телефона. 775-104-86-44. Все. Адахмет. Чистый японец, американская сборка. В принципе, мы проверяли по карфаксу, ничего критичного не было по ней. Машина вторично обливалась, без элементов шпаклевки. Кости все целые. Что стоит отметить, здесь у нас стоит простой атмосферный двигатель, что немаловажно. Очень много места, большой багажник, я думаю, объемом 250-300 литров. Давайте посмотрим здесь. В принципе, запаска стоит, ванночка целая. Видно, в хороших руках была, обслуживали. Так, закрываем багажник. Хорошие, дорогие чехлы. Что у нас под чехлами, посмотрим. В принципе, пробег небольшой, он соответствует своему пробегу. Сиденья все четко, салон. В идеальном состоянии, давайте посмотрим, что у нас тут есть. Очень комфортно сидеться, очень комфортно ты себя чувствуешь за рулем. Смотрите, такие интересные подстаканники, я первый раз вижу. По электронике все очень просто. У нас здесь окусика, кстати, классная. Здесь у нас что? Также полностью электропакет, центральный замок, регулировка зеркал. По салону сами видите. Салонти мы продаю. Вот зашли в инстаграм, увидели в Гудкаре, то, что здесь новый автобазар. Решили приехать. На прошлой неделе ездили на старый базар, там нету ничего пусто. Ниссан Алтима, 2.5, американец. Коробка контрактная стоит, двигатель откапитален. Сел, поехал. Вложений не требуют особых. Так, чисто для себя, только там помыть, убраться и все. А так ходовку все перебрали полностью. Вот только сейчас, получается, надо будет помыть ее и все. Здесь через Гудкар ребята сказали, если что, может оформиться у них. Можете обращаться, можем зайти к ребятам, в принципе, через банки оформиться. Короче, вот он, номер, телефончик, это владельца, поэтому без проблем можно созвониться. Наши бюджетные варианты, два варианта. Есть у нас Ниссан Цифира, 97-го года, 174 тысячи пробег, 2.5, хорошая движка. Состояние приемлемое. За такую цену обращайтесь, звоните, подскажем, прокатим, на все вопросы ответим. И второй вариант, давайте покажу вам. Это Polo, Volkswagen Polo, 13-го года. Здесь 235 тысяч пробег, она на механике идет, в серебристом цвете таком. По техсостоянию серьезных нареканий никаких нету. Есть небольшие вложения по ходовой, по кузову, как мы видим. Даже я жизненных сколов пока не вижу. Единственное, что я хотел бы отметить, давайте, не будем скрывать. Тут требуется только одеть колпаки. И все, машина приобретает совершенно иной вид. Завершая сегодняшний обзор, хочу отметить два автомобиля у нас, два шикарных варианта в белом цвете. Это Kia Rio 19-го года, в полной комплектации. Смотрите, какие у нас красивые диски стоят, титановые. Теплые опции идут у нас, климат-контроль, круиз-контроль, полностью мультируль, электроскладывание, полный электропакет. Ну, салон в шикарном состоянии, соответственно, насколько я знаю, мы ее проверяли, пробег родной. По кузову нареканий никаких нет. Lada Vesta 2018-го года на механике. Пробег у нас 42 тысячи, это 1.6. Зарекомендовала на себя шикарная эта движка. Масложора никакого нету здесь. По состоянию, по кузову пройдемся быстро. В принципе, нареканий не видел. Кузов все чисто, вложения никаких не требует. Ну, небольшие жизненные сколы это на бампере. Бампер, насколько мы знаем, это подный материал, пластик идет. А в остальном, в родном окрасе машина, никаких царапин, никаких нареканий. Ребят, наконец-то сделал видос. Прям вообще очень тяжело почему-то пошло. Но, слава богу, все закончилось. Большой вам рахмет, что досмотрели этот выпуск до конца. Если вы досмотрели, вот сюда вот черканите вниз, что вы досмотрели этот выпуск до конца. Это прям будет действительно бесценно. И вот кто досмотрел вообще, тот вообще железобетонный тигр.